Подвиг советских солдат смогли увидеть жители Владивостока на острове Русский. В районе Великокняжеской батареи прошла историческая реконструкция штурм Зиеловских высот. Здесь собралось очень много жителей, приехали гости. И это действительно патриотично и правильно. И мы будем всегда поддерживать ребят, которые таким занимаются хорошим и добрым делом. Участниками наступательной операции стали 66 человек из Владивостока, Уссурийска, Большого Камня, Лесозаводска, Фокина, а также Хабаровска и Благовещенска. Все они представители исторических клубов. В составе медицинского отделения были задействованы собаки и их хозяева. Они эвакуировали раненых с поля боя. Помимо воссоздания сцен тех событий, на фестивале были открыты локальные площадки для зрителей, тематическая выставка военной техники, оружия и униформы. Очень интересно. Вот приехали, как раз попали на бой. Довольны, интересно очень. Очень много молодежи, детей, которым это интересно. Это очень наглядно. Да, очень мне понравилось. Очень нужное. Ну, там было, я так и представлял войну. Напомним, штурм Зейловских высот советской наступательной операции, проведенная с 16 по 19 апреля 1945 года в рамках берлинской наступательной операции и последующее сражение с немецкими войсками, оборонявшими Зейловские высоты. Эта победа открыла советским войскам дорогу на Берлин. Алина Чернянко, Елена Землякова. Новости на Восьмом.